Палестинские дети усвоили понятие шахады. Они верят в то, что шахада – это хорошо. Каждый палестинский ребенок в возрасте, скажем, 12 лет говорит, «О, Боже, я хотел бы стать шахидом». Еще с тех пор, как мой сын Мухаммед был маленьким мальчиком, он носил и применял оружие. Для него это было естественно. Он взял оружие и стал проводить операции не вдруг. Это был последовательный процесс еще с тех пор, как он был ребенком. Кто же принимает решение стать смертником? Как правило, это молодые мужчины и женщины от 15 до 35 лет. Некоторые вступают в ряды террористов добровольно, а другие попадают в ловко расставленные сети вербовщиков. Как отбирают мучеников самоубийц? Как их вербуют и готовят, умственно и морально? Прежде чем говорить об отборе, я хочу поговорить о том, как их вербуют. Если вы хотите знать правду об отборе самоубийц, я могу процитировать нашего мученика, командира батальона Аль-Кассан, Салах Ашхады, который говорил об степени веры у добровольцев-самоубийц. Он говорил, что это является одним из главных критериев отбора. Они готовы добровольно принести себя в жертву за свое дело и первыми отбирают наиболее верующих и убежденных, потому что их шанс довести дело до конца наиболее высоко. В ряды смертников вступают разные люди и по разным причинам. Это и религиозные фанатики, и женщины, изменившие мужьям или родившие внебрачного ребенка, и желающие искупить грех, и парни, стремящиеся покрасоваться перед сверстниками, и просто психически неуравновешенные люди. Велик Аллах, о Вафа, но ты выбрала шахаду. Своей смертью ты оживила наше желание. Культ смертников шахидов внедряется в общественное сознание на всех уровнях. Поражает, что около 30% от общего числа самоубийц люди с высшим образованием и студенты. Не стыдно ли вам, что среди 500 ведущих университетов мира нет ни единого арабского университета? Что вы думаете об этом? Среди 500 ведущих мировых университетов нет ни единого арабского университета или института. Нет, это не университеты. По словам моего друга Фейскала, это клетки, предназначенные для дрессировки, где вы просто обучаете людей нескольким лозунгом, а они хлопают в ладоши, и все. Эти университеты выпускают бомбы для борьбы с неверными и крестоносцами. Ваши семьи знают, что вы тренируетесь? Да, вся семья знает. А ваши семьи знают, что вы тренируетесь? Да, и именно они нам помогают и для нас все готовят. Кто из вас студенты? Мы все студенты. Через 10 дней у нас экзамены. Среди нас есть будущие инженеры, доктора, все кто угодно. Конечно, удобно и безопасно заниматься подготовкой смертников там, где открыто поддерживают терроризм. Например, в палестинской автономии или в Южном Ливане. В странах Европы и Юго-Восточной Азии питательной средой для вербовки являются тайные сообщества, подобие небольших сект, функционирующих вокруг мечетей. Вы идете в мечеть, слушаете пятничную молитву и возвращаетесь комком нервов, чувствуя враждебность ко всей цивилизации. Кто сделал из Альзаркава и криминала, и убийцу? Он был маленьким мальчиком, который забирался маме на руки. Он любил религию и начал ходить в мечеть. А там он попал под влияние имама, который превратил его в того, кем он является сегодня. Он не родился убийцей или тем, кто делает бомбы. Пусть будет благословен Аллах, нас мало, но у нас есть тысячи студентов, которые хотят совершить самопожертвование. И если правительство начнет первым и нападет на нас, мы ответим им актами самопожертвования. В последнее время чрезвычайно эффективно используется интернет. Количество исламистских сайтов стремительно растет. Мусульманская молодежь часто попадает под их влияние. Иногда террористические ячейки образуются и действуют без всякой связи с идеологическими центрами, спонтанно. Получая через интернет подробные инструкции, как организовать такую деятельность. И все же, что заставляет молодых людей решиться на такой противный человеческому естеству шаг, как самоубийство? Какие струны умеют задевать в человеческой душе опытные вербовщики? Мы не должны забывать, что Аллах освящает кровь шахида. Он воздает ему с первой капли его крови. Да-да, он предоставляет ему место в раю. Если бы вам предложили гарантированно попасть в рай, и для этого вы должны были бы совершить самоубийственный поступок, вы бы согласились, многие бы задумались, а многие бы пошли на это. Тут все дело в гарантиях. Шахид получает от Аллаха шесть наград. Его грехи прощены ему с первой капли его крови. Он обеспечен местом в раю. Он освобожден от мучений в могиле. Ему обеспечено величайшее уважение и почтение. Он будет женат на 72 черноглазых девственницах, и он может просить за 70 своих родственников. Моя дорогая мама, ты заботилась обо мне, а сегодня я жертвую своей жизнью для того, чтобы заступиться за тебя в судный день. О, моя любовь и моя душа, вытри слезы, не горюй. Во имя Аллаха я достиг того, к чему стремился. Я не хочу видеть, что ты грустишь в день моей свадьбы с девственницами в раю. Поэтому будь счастлива и не грусти, потому что во имя Аллаха после смерти наступает рай. Он всегда мечтал о шахаде. Это было его первой и последней целью в жизни. Я сказала ему, дорогой, мы все хотим быть шахидами. Он сказал, во всем мире нет ни одной девушки, на которой я хотел бы жениться. Я хочу жениться на черноглазых девственницах из рая. Я сказала, если таковы его мысли, я желаю ему шахады. Будь благословен Аллах. Я благодарю Аллаха за то, что я мать шахида. Честно говоря, я очень сердитая зла. И боль во мне – это боль любой матери, потерявшей сына. Но гордость шахады… Именем Аллаха я надеюсь, что шахидов будет больше, что шахиды будут погибать каждый день. Я надеюсь увидеть много шахидов. Это делает нас счастливыми. Я не знаю, что это, но это идет от Аллаха. Потому что я люблю моего сына и хочу выбрать для него самое лучшее. А самое лучшее – это не жизнь в этом мире. Для нас это загробная жизнь, вечное существование. Поэтому, если я люблю своего сына, я должна выбрать для него вечное существование. С того момента, как я вышла за него замуж, я каждую минуту ожидала, что он совершит самоубийство. Когда у нас было трое детей, я сказала ему, что он тратит время зря. Я не ожидала, что проживу с ним пять лет. Сейчас мы поговорим с детьми шахидки Рим Риаши, Дохой и Мухаммадом. Доха, ты любишь маму? А куда ушла мама? В рай. А что мама сделала? Она совершила шахаду. Она убила евреев, верно? Сколько она убила, Мухаммад? Сколько евреев твоя мама убила? Вот так много. А это сколько? Пять. Моя мама, моя мама, тайком от меня ты держала бомбу в своих руках. Только сейчас я понимаю, что это было важнее нас. Моя любовь к Мухаммаду не может быть выражена словами. Я иду по стопам мамы. Моя мама, моя мама. Некоторые утверждают, что эти молодые муджахеды, которые взрывают себя, они страдают депрессией, не имеют денег и являются бездомными. Это все ложь и пропаганда. Вот.